Так, здесь можно было прятаться... Бли... Б... Б... Здарова! Ой, не то приветствие. Всем привет, друзья, с вами Брайан. Сегодня мы поиграем в пиздец какую страшную игру. First to Fat Home. Мы в неё уже играли. В первый эпизод. Покушаем ещё. О?! Вы видели это? Да, это эпизодическая игра. И здесь, соответственно, каждый эпизод- это отдельная история, что они не связаны друг с другом. Вам понравился первый эпизод, поэтому почему бы теперь нам с вами не поиграть во второй? Который обещает быть длиннее и страшнее. Ну, посмотрим насколько же это правда. Итак, эпизод 2. Norwood Hitchhike. Это значит хитчхайк, это это, попутка. Ну, то есть, когда ты ловишь машину, чтобы она тебя довезла до определенного места, понимаете? Значит, каждый из этих эпизодов рассказывается от первого лица. Человек как бы повествует нам свою историю, которая произошла с ним какое-то время назад. Например, в этом эпизоде наш рассказчик говорит нам о том, что это произошло, когда ему было 19. А, сейчас мне чуть больше 21. Это, кстати, почти как мне, только мне 22. А вдруг это история про меня? Прикол! Я до сих пор помню это очень четко, потому что... А, потому что это очень меня напугало. I was a bit... Ой, а почему я по-английски начал говорить? Извините, я больше не говорю по-русски, я говорю только по-английски. I was a bit... Я должен переводить, идиот. А, то есть, это он, как и в первом случае, как и в первом эпизоде, наш главный герой постит эту историю как бы на Reddit, получается. И вот, он был не уверен насчет этого, но рассказав эту историю, возможно, мне станет лучше. Я был одним из тех людей, который любил... Как это слово? Как это слово? Gaming conventions. Это, значит, мероприятия, вот эти по типу игромир, то есть, выставки. Я забыл, как это по-русски сказать, я не помню. В общем-то, игровые выставки по типу игромира, вот что-то такое. Я, кстати, был на игромире несколько раз. Так вот, я был на каждом таком мероприятии, если у меня был шанс. И иногда даже встречался с некоторыми моими друзьями, онлайн-друзьями. Хоть и мои родители не всегда были уверены в том, что это хорошая идея, отпускать меня на такие вот поездки далекие. Я правильно понял? Ну, но покупать билет на самолет было бы слишком дорого. Мероприятие... Я просто буду называть это игромир, окей? Игромир прошел отлично. И настал день, когда мне пришлось возвращаться домой. Но когда я отправился, я понял, что трафик ужасный. Ну, то есть, пробки, в общем-то. Я решил, что я поеду по длинному пути, чтобы избежать пробок. Угу. Все мы знаем, чем это заканчивается. О-хо-хо-хо. Это была чуть более чем 12-часовая поездочка. Нормальная такая поездочка. О-о-о-о! Мы едем! Ха! Я даже могу управлять машиной. Ой, мы сейчас врежемся. Привет, Эйден Виллиамс. Ты кто? Я могу назад посмотреть? У-у-у! Так, я признаю, я был ужасным водителем. Согласен. Можно прочитать смс-ки? А ну, мы продолжаем ехать, как бы. Это нормально? Блядь. Вот поэтому нельзя сидеть в телефоне за рулем. Значит, как и в первом эпизоде, у нас тут сообщение. В этот раз с батей и с неким Эйденом Уильямсом. Значит, сообщение с батей. Ты звонил? Да, я еду на Игромир. Могу ли я взять твою машину где-то на 5 дней? Пожалуйста. С кем? Эйден. Смотрите, можно я пока поезжу просто? Под песню. Это же... Мне на самом деле очень нравится атмосфера в этой игре. Стоп, я могу вылезти? Это не очень хорошая идея. Посмотрите на этот кадр. Я вот прям очень хочу сейчас там оказаться. Да, б***ь. Зачем тебе это? Я могу убежать, кстати. Но что-то мне подсказывает, что это не очень хорошая идея. А могу тут смс-ки? Ой, я могу тут смс-ки почитать. Супер, когда... Я вот прям посередине дороги стану и буду читать смс-ки. Да, я еду с Эйденом. А, мы играем за девушку, значит, получается. Эйден, это тот твой интернет-друг? Он хороший парень? Нет. Ты не отправишься в 10-часовую поездку одна. Well... Я уже решила. Я отвезу тебя. Why don't you understand anything? Ну... Как ты не можешь ничего понять? Давай поговорим, когда я буду дома. Так, уже какой-то другой день. Ехай сейф, Холли. Ехай безопасно. Ехай осторожно, Холли. Не забудь позвонить мне. Значит, она ему отослала, я так полагаю, контакт вот этого Эйдена Уильямса. Ну и с Эйденом давайте сразу почитаем смс. Discord. Сразу видно современные подростки. Окей, всё идёт по плану. Hell yeah! Подожди, у тебя будет машина? Yep. Big girl. Хе-хе. Большая девочка. Ну, в общем, у них тут просто обычные бытовые... Обычная бытовуха. Игра рассказывает о взаимоотношениях этой девушки, главной героини, и вот этого вот Эйдена. Я так полагаю, её потенциального бойфренда. Значит, она ему пишет про пробки, что она встряла, и она поедет по другому пути, чтобы их избежать. Мы это всё уже поняли. Ладно, и мне очень некомфортно здесь стоять посреди леса одному. Одной, точнее. Потому что меня зовут... А как меня зовут? Меня зовут Стэхи. Ух, ладно. Мы прочитали всю предысторию. Значит, мы едем с Агромира домой. Такая вот ламповая поездочка, под рыбчик. Да сколько можно? До куда ты добралась? Соседи. Надеюсь, вы их не сильно слышите. О, здесь смотрите, какая интересная деталь. Даже уровень связи показывается. Где-то 6 часов до города. Ещё. Ой. На половине пути мне... На половине поездки я поняла, что... Бензин заканчивается. Твою мать. Ну, как всегда. Как всегда. Батя чё-то написал. Говорил тебе, бери билет на самолёт. О, бог ты мой. Мне пришлось ждать час, чтобы соседи прекратили сверлить. И я даже ещё не уверен, что они закончили. Всё. В следующий раз буду снимать видео только по ночам. Обосрусь, конечно. Ну, не буду спать, но что поделать. Ну, вы только посмотрите на это. О, господи, что это? Папа, хватит мне писать! Он мне сам сказал. Ехай осторожно. И при этом пишет каждую секунду. Что это такое? Кто это? Вы видели? Вы видели? Я не спрашиваю. Это утверждение. Что это за место? А, мне же нужно газ. Точно. Я забыл. Но там какой-то странный чувак был в лесу. О, Холли. А, её зовут Холли, значит. О, Холли. Будет поздно, когда ты вернёшься. Надеюсь, у тебя всё хорошо. Ну, как сказать. Короче, наш батя, походу, пошёл спать на нас. О, бог ты мой. Тут ещё и багажник открывается. Я даже могу... Для чего мне это нужно? Боюсь. Спросить. Хеллоу? Мама теперь мне пишет. Да вы что, сговорились? Холли? Мам? О, да у вас тут застолье. Круто. Он разминается. В час ночи. На заправке. Супер. Ты не нравишься мне ещё больше. Ой. С ним можно разговаривать. Мэм? Хай. Могу ли я купить газ за 10 долларов? А, аааа. Тут выбирать нужно. То есть я могу спросить про газ, либо просто уйти. Он молчит? Петус. Это что такое? Ну ладно. Ты направляешься к мосту. Одна. Мост? Да. Да. А что? Ха? Ха? Нарвудский... Нарвудская, значит, дорога. Я имею в виду. Не так много людей... Не так много людей проезжают здесь в это время. В году. Будь осторожней Почему это? Что ты имеешь ввиду? Окей Стремный заправщик Рассказывающий нам стремные истории Класс На протяжении века очень много людей Пропадают в этих местах Окей И люди, которые искали их Никогда не возвращались Окей Местные говорят, что нарвудская Что нарвудский монстр Значит, там Убил их Разрезал И, значит, повесил на деревья Хм, интересная история Петус Можно я буду звать тебя Петус? Ну, знаете, бывают люди На которых смотришь и сразу имя напрашивается То есть ты буквально знаешь, как их зовут И вот здесь точно такая же ситуация Вот прям я вижу, что его зовут Петус Значит, Петус У нас есть три варианта ответа Что ж, спасибо за газ Могу ли я использую туалет? Круто Круто Так, значит, я купил бензин Правильно я понимаю? И еще кое-что Если ты увидишь женщину в белом или голубом В белом или голубом Которая будет пытаться ловить машину Не останавливайся Зажимай педаль газа Настолько сильно, насколько можешь Мне интересно Поэтому я спрошу Кто она? Некоторые люди говорят, что она умерла В аварии Здесь Значит, на выпускной Некоторые говорят, что она Что она мстит После того, как она была убита Здесь Так или иначе Она жаждет крови Чувак Петус Может быть Не стоит пугать девушку Которая просто приехала Просто проехала мимо Просто хочет взять газ И Уехать Немного вашего внимания Данное видео спонсируется Банком Тинькофф Спасибо ребятам, что не раз поддерживают Мой канал Ну а я в своем случае Расскажу об их классном продукте А именно О дебетовой карте С уникальными дизайнами С Риком и Морти Если сразу о главном То оформляя эту карту По ссылке в описании Прямо сейчас Обслуживание ее Будет бесплатным Навсегда Уже неплохо звучит, да? Ну а теперь Немножечко вам Вайбов экономии С помощью этой карты Вы будете получать До 15% кэшбэка На 4 категории Трад, которые вы можете выбирать Каждый месяц До 30% кэшбэка За покупки у партнеров Список которых постоянно обновляется Самое классное Я считаю, что кэшбэк Проходит рублями А не баллами С которыми Непонятно, что можно сделать Доход До 7% годовых Настаток Который приходит Каждый месяц Бесплатные переводы С карты на карту Или по номеру телефона И самое удобное Что наличные Можно снимать Также бесплатно В банкоматах Данное предложение Ограничено Поэтому Если заинтересовала карта То переходи по ссылке В описании Чтобы получить карту С бесплатным Обслуживанием Навсегда Что бы ты ни делала Никогда Ни при каких обстоятельствах Не Подбирай Хичхайкеров Ну то есть Этих Вот Попутчиков Окей Я сваливаю отсюда Как можно скорее Это еще кто такой Какая-то машина Мама пишет Что это было? Какой-то чувак На газельке На маршрутке Подъехал Что-то там посмотрел Так Значит Мама нам пишет Не знаю Найдешь ли ты магазин В этом часу Но У нас закончилась Собачья еда Собачий корм Можешь ли ты Взять что-нибудь Я Тебе Заплачу Ха-ха Класс Еще и За собачьей едой Возрешаться Я правильно понимаю? И я так понимаю Правильно я понимаю? Что Как только я вернусь Сейчас что-то будет И этот чувак Не уходит Отсюда И разминается Для чего-то Это очень странно Окей О Вот она кстати На Пять долларов Заплатить И свалить Все Чипсы доедай Ложи спать Я могу Засунуть это в багажник Да тут места Как бы Не так уж и много Ну ладно Надеюсь Ничего не выпадет Слава богу Сваливаем Отсюда Нахер Так Я не уверена Почему Но Сначала Я В смысле А я что Не заправился? Твою мать В смысле Я думал Ты уже Это сделала Теперь мне Еще и возвращаться Так Я вернулся А Нужна вторая Бензоколонка Все Заправилась Супер Давайте осмотримся Немного Что здесь у нас есть А Привет Вот это Жопа у тебя Конечно Здесь какие-то Мешки Черные Не уверен Что в них Мусор находится Ладно Я сваливаю Пока Ехала Кое-что Осознала Монстры Вправду Существуют И Каждый Из них Выглядит Точно так же Как Ты И я Ну Это правда Мама пишет Оно Непросрочное Или Ничего Такого Ничего Такого Ты Что Издеваешься Что Посмотрите На эту Атмосферу Ну То То Вы бы Хотели Тут Оказаться Я бы Да Там Что Дорога Закрыта Что Ли Или Мне Кажется А Это Какая-то Другая Машина И Мне Это Не Нравится Почему А Это Мы Му Моргаем Вот С Этим Лучше Не Шутить На Самом Деле Ладно Он Свалил Куда То Возможно Мы Его Напугали Мы Уже Долго Кстати Довольно Таки Едем Это Реалистичная Игра Нам Походу И Правда Придется Ехать Шесть Часов Подряд Ой Мы Выехали Кстати На Это Это Тот Мост Сейчас Походу Что-то Должно Произойти Ну Где Тут Чувихи В белых Голубых Балахонах Ну Посмотрите Только Какая Красота Ну Красиво Ж И Музыка Такая Еще Заиграла А Можно Выключить Все Спасибо Ой Она Там Говорила О том Что То Что Она Любит Ездить По Ночам Это Ее Очень Успокаивало По Крайней Мере Раньше Ок Что Что Произошло Блин Эти Кусты Они Напоминают Да Твою Мать Они Очень Похожи На На Чувих В белых Балахонах Зайчик Звук Был Не Не Такой Милый Так Что Происходит Куда Мы Вообще Едем На Херам Вот На Хера Лучше Б Пробки Стояло Очень Странная Вещь Происошла Той Ночью Блять Доски Лежат Бревна Такое Ощущение Что Их Кто-то Сюда Специально Положил Но В то Время Я Об Этом Не Думала Так Нам Нужно Их Отодвинуть Да О Нет О Нет Я Чувствую Что Что Будет Я Чувствую Вот Сейчас Вот Я Прям Очень Чувствую Что Что Будет Ой Я Еще В кусты Зашел Твою Мать Это Очень Стрёмное Место Вы Слышали Это Блин Меня Этот Куст Напугал Я Подумал Ты Че Рука Все Я Могу Ехать Нахер Быстрей Садись В эту Тачку Дура Давай Поехали О Все Ну Нет Конечно Машина Не Заводилась Я Осталась Просто Посередине Ничего С Ничем Без Связи Без Мобильной Связи Что Это Твою Мать За Звуки Ладно Я Не Хотела Бы Чтобы Я Не Хочу Это Сделать Так Чтобы Это Звучало Как Клишированная Хоррор История Страшилка За Всю Моя Жизнь Мне Говорили Всегда Не Не Садиться К Незнакомцам В машину Не Брать Попутки Но Блин Ты Мож Помедленней Но Что-то Там В этот День Было По-другому Я Не Успел Перевести Я Так Полагаю Что Она Сейчас Поймает Попутку Я Правильно Полагаю 10 23 О Господи Значит Она Пытала Я Слышала Я Услышала Приближающуюся Машину Окей Потише Твою мать Да я сама разберусь Ничего страшного Ой Чистое зло Это к чему Я не понимала Как А там кто-то Проехал Даже Не остановился Это она ему Сказала И типа Я не понимаю Как кто-то Может оставить Человека Вот так Вот посередине Глуши Ночью Одного Согласен Но при этом Не нужно было Тупить Так И поехала бы По пробкам Ничего страшного Не произошло Окей Прошло еще Какое-то Количество Времени Я могу Музыку Хотя Включить Понял Давай Может быть Это сам Ой Тихо Это напоминает Мне одну Игру Помните Я уже Играл В игру Про попутку На канале Как-то Вот это Очень похоже На то Вы помните Чем Все Закончилось Там И Что-то Мне Подсказывает Что Здесь История Не лучшая Окей По-моему Этот Кстати Грузачок Был Возле Той Заправки Это Тот Синий Чувак Что-ли Да Ты Та Девка Заправки Что-то Что-то Пытаешься Здесь Делать Моя машина Сломалась Я не могу Позвонить Зачем Ты Это Ему Говоришь Зачем Ты Говоришь Ему Эту Информацию Я не могу Позвонить За помощью Здесь Нет Мобильной Связи Ты можешь Меня Подвезти Куда Ты Направляешься Просто По дороге Конечно Ты Дура До Ближайшей Остановки Где Я могу Попросить О помощи Ну Конечно Залезай Thank you So much Не мог Не мог Не мог бы Ты Подождать Чтобы Я Забрала Свои Вещи Торопись Бросай В багажник Я Не задержу Здесь Надолго Окей Ладно Я Понял Тебя А Можно Я Прям Здесь Поеду Мне По-моему Как-то Так Будет Безопасней Получается Она Оставляет Машину Своего Бати Вот Здесь Где-то В глуши Ну А куда Деваться В принципе Ладно Смотрите Это Получается Тот Самый Мост По Которому Мы Ехали Очень Круто Кул Мне Кажется Он Очень Зол За то Что Я Так Медленно Это Делаю Ну Извини Мог Помочь Мне Все Тебе Нужно Поторопиться Я Готова Наконец-то Залезай И Побыстрее Пока Машинка Привет Это Чумо Выглядит Еще и Точно Так же Как Дед В той Самой Игре О Мой Бог Нам Крышка Можно Музычку Включить Нет Так Ну Давай Рассказывай Кто Ты Куда Направляешься Так Я Бы Не Хотела Об Этому Говорить Если Это Окей Я Живу Очень Близко Я Живу Очень Близко Я Направляюсь Домой Хм Я Направляюсь Домой Зачем Я Выбрал Нет Не Нужно Было И Этот Кусок Дерьма Сломался Прямо По Дороге Джейсон Что Моё Имя Джейсон Привет Джейсон Окей Не буду Ему Говорить Своё Имя Потому Что Нахера Ему Об Этому Знать Рада Тебя Видеть Джейсон Блин Твою Мать Нам Пизда Я Очень Плох В этих Интерактивных Диалогах Извините Я Всегда Делаю Так Чтобы Меня Грохнули В конце Тебе Очень Повезло Что Что Я Что Я Оказался На этой Стороне Города Сегодня Ночью Я Должен Сказать Ты Очень Храбрая Молодая Женщина Фух Что Это Должно Значать Ты В курсе Что Случилось С твоей Машиной Я Думаю Это Батарея Это Старая Машина Я Не знаю Это Старая Машина Это Все Да Откуда Мне Знаете Что Похоже На Механика Меня Зовут Стейси Я Заблудилась Вот и Все Вся Моя Биография Что Что Ты Думаешь О том Что Он Сказал Тебе На Той Заправке Я Не Слуш Я Не Слышала Ни Единого Слова Он Очень Меня Напугал Он Смешной Он Смешной Интерестинг Этот Идиот Рассказывает Эти Истории Каждому Встречному Путешественнику Полный Придурок Согласна Вот Ты Джейсон Другое Дело Ты Молодец Мне Крышка В конце О Я Могу Я Могу С ним Поговорить Это Правда Что Монстр Ну Смотри Я Никогда Не Видел Никакого Монстра Но Здесь Есть Некоторые Вещи И Я Боюсь Твоя Машина Сломалась Я Боюсь Что Твоя Машина Сломалась Из-за Одной Из них Ага Эй Послушай Я Не хочу Звучать Как Тот Мудак Но Просто Запомни Это Ты Не Мешай Им И Они Не Помешают Тебе Твоя 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 Ну Нет Этот Такой Стремный Чувак Как И Твоя На самом деле Ничем Он Не Лучше Не Знаю Что Он Имел Ввиду Под Этими Словами Но Я Так Полагаю Скоро Узнаем Что Это Звуки Странные Вы Слышите Так Значит Поездочка Длилась Около Полутора Часов Я так Полагаю После Небольшого Разговора Он Высадил Меня У Мотеля Там Мне Предложили Ассистента По Дорожного Ассистента Помимо Этого Я Как раз Бы Немного Отдохнула Будь Осторожно Разные Разные Придурки Бывают Он Сказал Загадочно Перед тем Как уехать Да Я видимо Ехала С одним Из них Все Он Свалил Значит Смотрите У нас Теперь Нет Сервиса Окончательно Я подумал Что это кто-то Стоит А это Чертовый Грузовик Ну что Мы у Какого-то Супер Стрёмного Отеля Как В принципе Все В этой Игре Супер Стрёмное Ладно Заходим А Это мои вещи Кстати Петус От мужчины Шли Супер Стрёмные Вайбы Как-то так Она Сказала Но вообще-то Это Петус Это Практически Один в один Петус Как он Милая Картина Как он Впервые Ой Я ненавижу Когда ковры Вот так Вот Задраны Хочется Их Сразу Ногой Давай Ладно Опять Ты Петус Какой-то Странный Все-таки Чувачок Сколько Стоит Снять Комнату Да Но Я Собираюсь Быть Там Всего Лишь Пару Часов Уйти Ну Уходить Нам Некуда Поэтому Давайте Просто Спросим Сколько Стоит 40 Долларов И Только Наличкой Окей Плати Комната Номер Девять Так Он нам Дал Ключ Поговорить О машине 90 Долларов Томми Томми Позаботится О ней Завтра Утром Окей То есть Все-таки Нашу машину Вытащат Иначе Мы Получим От Бати Все Он скажет Томми И Одна Последняя Вещь Ты Меня Напугал Петус Так Медленно Говорить Постарайся Не разбудить Других Постояльцев Им Это Может Очень Не Понравиться С Чего Бы Ладно Я ухожу Отсюда Нахер Значит Комната Номер Девять О Я могу Взять Что-то Что тут Есть Сода Мясные Снэки Я обожаю Мясные Снэки Я буду Брать Мясные Снэки Все Я их Съел Получается Типа Я их Уже Скушал Да Уж Понятно А могу Кстати Зайти Нет Не могу Ну еще Разработчикам Тогда бы Пришлось Каждую Комнату Прорабатывать Игра Стоит 82 Рубля Стиме Это Слишком Мало Для такого Уровня Детализации Так Окей Там был Какой-то Звук Ой 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 У меня связь Что-ли Появилась Унезапно Да Действительно Значит Эйден Написал Где ты Твой батя Звонил мне Мама писала Холли И батя Писал Почему ты Не берешь Трубку Холли наша Пыталась ему Отправить сообщение Батя Я Мне придется Остаться В мотеле На эту ночь И он В общем-то Ну только Эти сообщения Не были доставлены Из-за Отсутствия Связи Вот наша Комната Кстати Бай-де-вэй Как мило Так Было очень тепло И хорошо Кроме Этого Запаха Того Запаха Которые Она Короче Ассоциирует Запах С запахом Старых Домов Ну я Понимаю Примерно Что она Меет ввиду И вы Наверняка Тоже Опять Эти шторы Еще в Первом Эпизоде Они Напугали Я могу Позвонить Мыло Офкорс Ай кэнт Так Мыло 123 Обрат СУМА Ваааааааааааааа!!! Согла... Это правда. Я должна тебя спросить. Ты меня пипец как напугал. Хе-хе-хе! Тебе смешно? Кто ты? Я Томми. Рум сервис, короче. Что ты здесь делал? You know? Чистил всякое. Что ты имеешь ввиду? Мне дали эту комнату. Хе-хе-хе. Что это значит? Я должен тебя попросить, чтобы ты вышла из комнаты, чтобы я подготовил комнату. Окей, я пока принесу свои вещи. Окей. Блин, как же он меня напугал. О мой бог. Так, здесь больше ничего подобного не будет. Всё, закрывай дверь, пусть он там... Хотя я бы, кстати, не стал его оставлять. Мало ли он там... Не знаю. Чё-то сделает не очень хорошее. Но у нас нет выбора особо, поэтому... Давайте заберём свои вещи. Уть! И чё, мне все вещи, что ли, тащить? Ээээ! Смотрите на эту вывеску красивую. Смотрите на этот красивый модель. Вы бы хотели остаться? Я бы хотел. Но вы уже наверняка поняли, что я чувак со странностями Потому что на кой чёрт кто-нибудь хотел бы побывать в этом месте Я не представляю Мне нравится, то есть очень эстетично, очень атмосферно Очень хочется гулять здесь Встречать разных людей интересных Всё, забираю последние шмотки И валю, понял? Кстати, тут есть функция бега Что-то мне подсказывает, что она здесь реализована не только для того, чтобы быстро носить вещи Всё, вали Значит, поговорили с Джо о этой ситуации Какой? Что не так с этими людьми? Но не беспокойся, здесь безопасно Я пойду за твоей машиной И ещё, телефон не работает Если тебе нужно что-нибудь спросить, спрашивай на ресепшене Короче Мы пытались решить, починить, починить эти, решить эти проблемы, но мы, но у нас слишком мало постояльцев в последнее время Хи-хи Это что, Майкл Джексон? Но тебе спокойной ночи Да, и тебе спокойной ночи Вали Хух Ну что ж Кажется, всё налаживается Жизнь налаживается Аймин Мы можем включить телек Мы можем принять ванну А зачем здесь шкаф нужен? Ну, я имею ввиду Окей, ладно Чё мне нужно делать-то? Спать? Получается, да Ты ещё кто такой? Так Называете меня параноичкой Но Мне не покидало чувство Неважное чувство об этом месте У неё было ощущение, что что-то не так Ощущение усталости Было подавлено ощущением Панической атаки Третье я не успел почитать Тревожность, короче, у неё У неё большая тревожность Об этой всей ситуации В которой она оказалась Ну и Понятное дело Но Хватит пиздеть Давай спи уже Побыстрее утро настанет И всё будет хорошо Не хочу спать больше Только кофе поможет мне Оставаться бодрой Ага, то есть она Не хочет спать Ну и правильно В принципе Тут хер заснёшь В такой ситуации На самом деле Так, я помню Где кофе здесь находится Зачем я так сделал Так, окей Эспрессо, капучино Ну, капучино выглядит Более сас Здесь маршмеллоу Покупаем Блин, мне же самому захотелось Горячий шоколад с маршмеллоу Я кофе особо не пью Но горячий шоколад с маршмеллоу Я бы Так, только не вылезти, что у меня игра вылетела сейчас Это ж О мой бог У меня перепутано управление Ааа, я не могу привыкнуть Что я за херня Что мне подсыпали в этот чёртов кофе Шестая Батя пишет Я ничего не вижу Мастурбация ухудшает зрение Походу, это правда Те мемы оказались правдой Эээ, так, это моя комната? Да Так, и что делать-то? Мне нужно спать лечь, получается О господи Какое-то странное кофе у них здесь продаётся Честное слово Три часа Окей Я была Седейтед, не знаю что за слово Ну, наверное Господи Почему-то только в правом ухе зазвонили Ну, потому что Что происходит? Там как будто кто-то спрятался Вы слышали этот звук? Кто мои вещи приложил? Они, по-моему, там лежали Насколько помню О бог ты мой Какие противные звуки здесь Я боюсь Я боюсь Там кто-то спрятался И Там кто-то стучится Это кто? Это Петус Это Петус И что делать? Открывать ему? Я не знаю, что делать Ладно Я ему открою Кто это? Джо с ресепшена Открой Открой Дверь И у меня просто два выбора Открыть дверь Либо ничего не делать И что мне делать? Ну, вроде бы Как он был нормальным чуваком Поэтому я открою дверь Ой, мне это не нравится Сейчас что-то будет Я боюсь к нему близко подходить По-любому По-любому скримак какой-нибудь будет Какие-то странные звуки Ладно Разве я тебе не говорил Никого не будить? У меня жалобы Что ты шумишь? Что бы это не было А, он там говорил о том Что это за странные звуки Которые издают из твоей комнаты Что бы это не было Короче, будь потише Мисс И почему твои глаза Такие красные? Так Сказать про кофе Говорю Говорю про кофе Ты прикалываешься? Нет У нас нет Никаких Автоматов с кофе Здесь Да вон же он Я должен ему показать Автомат с кофе Что ли теперь? Давай я тебе покажу Ой Он запер дверь Зачем-то Там кто-то прятался В шкафу Сто процентов Либо у них Это все спланировано Здесь нет Автомата с кофе Твою мать Эм Его здесь нету Но он здесь был Они просто вынесли его Возвращайся назад Короче, мы ему не смогли доказать О том, что здесь есть Автомат с кофе В твоей комнате должны быть Какие-то медикаменты Которые позволят тебе Успокоиться Проверь Тумбочку Возле телевизора Ладно Посмотрим Что-то здесь По-любому Произошло Куда он ушел? Вон он ходит Я вижу его Сквозь эти пиксели Значит Проверить Тумбочку Окей Вот эту Да Здесь я правда Есть медикаменты Но я боюсь Что-либо принимать Уже здесь Потому что у них Странный какой-то кофе Так Чтобы запить таблетки Нужна вода И где мне ее взять? А Джо-то Нету на месте Куда-то свалил Воды Тоже нету О Из раковины По-любому Эти таблетки Тоже Подложили туда В нашей комнате Кто-то был Пока мы спали И кто-то шумел Ну Шкаф открыт Я вам говорил Я вам говорил Что здесь Что-то не так Вы слышали это? Какие-то звуки Кто-то говорит Мужской голос какой-то Кто это Твою мать И где он? Вы слышите это? Под кроватью Может Там кто-то стоит И что делать? Это какой-то Незнакомый чувак Кто это? Пожалуйста Открой дверь Мне нужна помощь Что тебе нужно? Мне нужна помощь Пожалуйста Пожалуйста Открой дверь Ой-ой-ой-ой Нет Я не буду Открывать дверь Это мне не нравится Вот в этом случае Он даже не объяснил Зачем ему Я знаю Ты там Ой И что? Я же сказал Что нет Соседи Shut up Твою мать Ой Это уже Это уже Знакомые мне звуки На самом деле Пожалуйста Уходи Мне нужно просто Поговорить с тобой Я клянусь Я не коп Причем тут Коп вообще Пожалуйста Уходи Я звоню копам Бл***ь Я даже не успел Прочитать Что делать-то? Прятаться Что делать? Ничего не работает Вот сейчас Ломай дверь Ааа Аа Ааа Ааа Аааа Ааа Ааа Уейт Не может быть Я проиграл? Или что это значит? Только не говорите мне Ну это же не может быть концовка она слишком какая-то плоская нет только не говорите что если что мне придется здесь есть автосохранение стоп а в каком месте отсюда ну не ладно придется мне придется проходить это все так здесь можно было прятаться вали благо я смогу орать потому что я раньше времени решил это прочекать что это за херня это одна из тех игр который может слушать да это по типов осмофобии которую хотя я там не ощутил кстати что призраки могут слушать тебя но вот здесь здесь прям шкала нарисована и он право захватывает мой микрофон то есть понимаете понимаете же мы говорю снова привет кто-то спрятался в наш шкаф какого черта но не буду я не хочу твою мать прошлый раз я открывал шкаф там никого не было же о мой бог вы видели я до этого этого не видел там какой-то чувак просто классно походка мне нравится вот теперь я увидел я просто этого слышал столько звуки что как будто кто-то роется в шкафу теперь я видел что туда кто-то просто зашел так я пойду снова ему показывать где кофемашина но вот теперь если раньше еще сомневался но сейчас я на сто процентов уверен что они в сговоре он специально меня отводит оттуда чтобы тот чувак успел выбежать из моей комнаты ну и они вместе просто вытащили эту кофемашину чтобы такая ой вон он вон это мразь в белом это он к нам позднее придет я помню еще и какие-то медикаменты мне посоветовал принять сто процентов они все в сговоре здесь возможно самого начала с этого чувака который привез меня сюда он тоже во всем этом замешан так это и происходит поверьте мне не знаю мне конечно не было слава богу такого опыта но это логично что сейчас было вы видели это этого раньше не было там нас кто-то сфоткал просто фокин фрик а вот и он hello 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 я звоню копам все прячемся все нам нужно соседи только не подставляйте меня вот он поет так мы снова здесь так теперь я знаю что делать я чуть не нажал сейчас вот открыть дверь вот это было бы смешно так теперь я не буду повторять своих ошибок во первых закрывая дверь во вторых так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СМЕХ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Секундочку! Он нас защитил? До сих пор я нахожу это очень странным, что менеджер... А, он не позвонил в полицию, потому что это бы повлияло на репутацию Мотеля, поэтому он решил, видимо, сам разрешить эту ситуацию. У меня такое ощущение, что этот городок, пригород, дом для оккультистов и для наркоманов или что-нибудь еще хуже. Томми... Ой, не успел это читать, но, в общем, все хорошо, видимо. О мой бог! О мой бог! Это очень мило! Я-то думал, я был уверен уже, что вот этот вот чувак на ресепшене заодно с этим, но нет! Вау! Это было неплохо! И учитывая... Не учитывая то, что мне пришлось переигрывать это три раза, надеюсь, вам понравилось! Это прекрасная игра! И, кстати, сейчас, по-моему, находится третий эпизод разработки. Если хотите, чтобы я и его прошел, когда он выйдет, ставьте лайк, I guess. С вами был как всегда, я Брайан. До скорой встречи! Пока!